МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит радио Свобода. В эфире программа Лицом к событию ведет передачу Михаил Соколов. Исполняется 10 лет с начала Российско-Грузинской войны. Причины и последствия событий августа 2008 года обсудят наши гости. У нас в студии дипломат и историк Георгий Кунадзе. Мы ждем на связь экономиста и политика Андрея Илларионова. С нами по телефону будет военный эксперт Александр Гольц. И прозвучит мнение политолога Сергея Маркедонова. К десятилетию войны свою версию событий в интервью радио Коммерсант-ФМ дал тогдашний президент, ныне премьер-министр России Дмитрий Медведев. Виновата Грузия. Мои оценки остаются прежними. Если бы не безответственное, а моральное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было. До 2008 года удавалось балансировать все эти негативные процессы, выступления, проявления насилия даже, так или иначе, которое вспыхивало так спорадически. А в 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дали зеленый свет агрессии. И произошло то, что произошло. Это не было неизбежно. Это, безусловно, является субъективным выбором Саакашвили и его окружения. Он, с одной стороны, рассчитывал, что новый руководитель Российской Федерации займет какую-то иную позицию во взаимоотношениях с его правительством и с ним лично. А иными словами, просто не будет вмешиваться в те процессы, которые будут там идти. Не будет никак реагировать на действия, которые могут быть предприняты в отношении и наших миротворцев, и, самое главное, граждан Российской Федерации, которые жили и там, и там, и в Абхазии, и в Южной Осетии. Это, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что к тому времени он уже провел полномасштабные консультации со своими покровителями. В данном случае речь идет, прежде всего, о Соединенных Штатах Америки. На Саакашвили сформировалось жесткое убеждение в том, что его американцы поддержат при любых раскладах. Ну, это была версия Дмитрия Медведева. Опять же, выступил и другой политик, политик грузинский и украинский, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, и дал свою версию. Виновата Россия. Ну, полные идиоты могут, и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала. Полные идиоты и дебилы. Спросите командиров первых танков, которые прошли через туннель за несколько дней, спросите этих мотострелков, которых выбросили туда неделю, за две, за три. Огромное количество людей, которые уже были в активном боевых действиях, уже были внутри, которые взрывали, которые нападали. И это были не так называемые миротворцы, это были не так называемые добровольцы, хотя эти добровольцы тоже были российские войска. Это были регулярные российские войска. Когда нам говорят, 2008-го Грузия начала войну. Грузинская, главная наша боеспособная бригада была в Ираке. И у нас была возможность ее, если бы мы хотели что-то начать, мы бы в любой момент могли ее привезти. Было такое соглашение с американцами, но мы ее не привезли. И наша армия тогда реально была три неполных боевых бригад, которые были в состоянии куда-то двигаться. Это было, чтобы мы понимали, где-то в 10 раз меньше, чем российские сухопутные силы, которые проводили маневры на Северокавказе. И потом забыли оттуда уйти, что поджидали до начала августа с той стороны границы, когда они начали двигаться. Это было в 10 раз меньше, не говоря уже о том, что у них было 200 самолетов на готове, а у нас не было достаточно ПВО. Хотя мы сбили больше 10 летных аппаратов, но в любом случае этого, конечно, не было достаточно, когда тебя бомбят 200 самолетов. Поэтому, естественно, нет, и тогда в Грузии не было военного решения. Сейчас нет военного решения. Ну, вот это было мнение Михаила Саакашвили. Он его высказал в интервью телеканалу «Настоящее время», как раз к юбилейной дате. И я обращаюсь к Георгию Кунацзе. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Что вы скажете, какова ваша версия, ваша картина событий 2008 года? Ну, в первую очередь я, конечно, не соглашусь с господином Медведевым, когда он говорит, что все было замечательно, и вдруг вот среди бела дня случилось такое. Я напомню, что, например, где-то в середине 2006 года Россию захлестнула первая кампания вот такой вот массовой ненависти. И тогда объектом этой ненависти были грузины. И тогда, я напомню, составляли список лиц грузинской национальности, независимо от гражданства, требовали списки детей грузинской национальности в школах. Это была связана такая вот экзотическая реакция с высылкой группы офицеров ГРУ и задержанием агентуров в Тбилиси, насколько я помню. Ну, собственно говоря, дело было обычное. Люди действовали сугубо непрофессионально, спалились, не имея дипломатического иммунитета, и их задержали. И вот для того, чтобы, вернее, после того, как их уже передали российской стороне, сделано это было, на мой взгляд, излишне театрально и демонстративно. А вот, что, видимо, разозлило чрезвычайно и президента Медведева, и теневого президента Путина. Но, так или иначе, вот потом началась эта страшная, совершенно чудовищная кампания. Эксцесс этой кампании я просто тогда имел возможность фиксировать, поскольку работал в аппарате уполномоченных правом человека. А вот и с тех пор все, в общем, явно шло к какому-то кризису в отношениях. Вот и случился. Другой вопрос, можно ли было избежать конкретного сценария, при котором возникла реальная война, боевые действия. Да, наверное, можно. Но здесь, в общем, я бы сказал так. Очень странно. Меня действительно очень удивило то, что президент Саакашвили, которого я считал и считаю действительно незаурядным политиком и выдающимся реформатором своей страны, вот, по-моему, он здесь допустил ошибку. Он понадеялся на то, что Россия не вмешается. У меня лично этому нет объяснений, кроме предположения о том, что кто-то каким-то образом с российской стороны дал Саакашвили понять, что не вмешаемся. То есть там были обстрелы грузинских сел, и вот как бы грузинская сторона отреагировала, стала действовать под какие-то гарантии, эти гарантии не сработали. Такова, может быть, версия? Я еще раз скажу, что, в общем, подтвердить эту версию, свою версию, я ничем не могу, но у меня очень стойкое впечатление, что действительно кто-то умело заманился Саакашвили в ловушку. И ловушка захлопнулась, когда грузинские силы правопорядка явились в Саакашвили восстанавливать, это самый порядок. Я только напомню о том, что, в общем, действительно, и здесь я соглашусь с Саакашвили, когда он говорит о том, что, в общем, как-то по странной случайности нашелся у России рояль в кустах в виде танков, в виде мотострелковых подразделений, которые уже прошли к этому времени Рокский туннель. По странному стечению обстоятельств, к моменту начала боевых действий, юго-осетинские власти эвакуировали из Цхинвали женщин и детей. По странному стечению обстоятельств, сам бесстрашный президент Южной Осетии, господин Какойты, уже в это время находился на пути из Цхинвали в сторону Рокского туннеля. — Был со своим народом, с женщинами и детьми. — Ну, да, конечно. А как же? Конечно. Вот, то есть, иными словами, акция принуждения Грузии к миру, на мой взгляд, совершенно очевидно, готовилась. А вот, а при каких обстоятельствах раздались первые выстрелы и что было использовано, ну, в общем, это, что называется, дело техники. — Ну, вот у нас на связи сейчас Андрей Илларионов, опубликован доклад довольно подробный Андрея Николаевича в пяти частях у него на блоге о том, что предшествовало этим событиям, как все началось. Я бы хотел, чтобы Андрей Николаевич Илларионов, если он нас сейчас слышит, все хорошо, коротко дал свою оценку вот этого сценария именно начала войны. — Добрый день, Михаил, и добрый день всем нашим участникам и слушателям, и зрителям. Я, с вашего позволения, сразу бы вот продолжил бы ту мысль, о которой стал говорить Георгий Фридрихович, относительно того, можно ли было или нельзя было остановить непосредственно эту войну. Тот анализ, который был проведен и мной, и также большим количеством людей, непосредственно как участников этой войны, так и тех, кто внимательно изучал документы, приводит нас к одному, единственно возможному выводу. Войны избежать было невозможно. И войны было избежать невозможно не из-за позиции Михаила Саакашвили, не из-за позиции грузинского правительства, грузинских властей. Их роль в этом деле была относительно небольшая, едва ли какая-то. Это решение было принято российскими властями, непосредственно российским президентом Владимиром Путином. Это решение было принято задолго до того, когда началась самая горячая фаза этих военных действий. Не позже 2006 года, когда в Европе происходили обсуждения относительно того, может или не может Косово получить свою независимость от Сербии при отсутствии согласия сербского руководства на такую независимость, международное сообщество в лице ряда международных организаций, в том числе Международного суда и Организации Объединенных Наций и Европейских Организаций, разбирая этот случай, пришли к выводу о том, что в условиях интервенции со стороны сербской армии против Косово, в условиях того, что некоторые называли геноцидом, когда несколько тысяч Косоваров погибло в результате действий сербской армии, при наличии целой серии выборов в Косово, при наличии международного контроля, такую независимость Косову можно предоставить. Как только такие решения были приняты, аналогичное решение для самого себя принял Владимир Путин. Он не стал скрывать свое решение. Он об этом сказал практически сразу же Михаилу Саакашвилину, одной из встреч, которая у них была. И он публично об этом сказал, в том числе и российским журналистам. Если память не изменяет, это был февраль или март 2006 года. Когда он сказал, если это можно Косово и Косоварам, значит это можно Абказам и Юрг-Осетинам. И соответственно мы им поможем. Уже в январе или феврале 2008 года, когда у Владимира Путина и Михаила Саакашвили была последняя встреча между ними в должностях президентов, он прямо сказал, как раз после того, или накануне того, как признавалась независимость Косово 18 февраля 2008 года, он прямо сказал Михаилу Саакашвили, вы вообще не волнуйтесь и не беспокойтесь. Это движение не против вас. Это вы вообще здесь ни при чем. Мы вам поможем в деле доступа ваших продуктов на наш российский рынок. Вино, минеральная вода, может быть какие-то вещи еще поможем. Может быть ослабим визовый режим для грузинских граждан. Но что касается Абказии и Южной Осетии, это решение принято, это не против вас, это против Запада, против Соединенных Штатов, против НАТО, это за то, что они сделали соответствующее решение с Косово. Никакие попытки самого Саакашвили, а также участников грузинской делегации в виде Давида Бакрадзе, который тогда был министром иностранных дел, и Григола Вашадзе, который был тогда заместителем министра иностранных дел Грузии, как-то возражать, успеха не имели. Путин сказал, решение принято, вы здесь ни при чем. Но вот в этих ситуациях, что бы ни делало грузинское руководство, грузинское правительство, соглашалось бы оно, не соглашалось бы на эти действия, решение было принято. Это решение было закреплено целым рядом решений, в том числе и Государственной Думой, которая в начале марта 2008 года рассматривала на закрытом заседании специальный доклад, подготовленный Министерством иностранных дел России и российскими спецслужбами, относительно условий и возможности признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Выводы были однозначные. Соответственно, военное вторжение и признание независимости этих двух государств можно было бы сделать в двух случаях. В том случае, если Грузия вступает в НАТО, или если начинаются военные действия. Поскольку на Бухарестском саммите Грузия не стала членом НАТО и даже не получила карту действий для того, чтобы стать членом НАТО, остался один единственный способ развязывания военных действий. Целый ряд российских государственных деятелей, публичных деятелей не скрывали, что окошко для развязывания войны и признания Абхазии и Южной Осетии очень короткое, до конца 2008 года. Поэтому необходимо было развязать, спровоцировать эти военные действия, чем, собственно, дальше и занимались и российские спецслужбы, и российские вооруженные силы, и при прикрытии политическом и дипломатическом. Собственно, сама война, если строго следовать критериям агрессии принятыми Организациями Объединенных Наций в том определении агрессии, которая принята Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1974 году, сама война началась 20 апреля 2008 года, когда российский истребитель сбил грузинский беспилотник. Согласно критериям агрессии, это первый бесспорный факт начала военных действий. Ну а других фактов было очень много, начиная с того, что знаменитая, в кавычках, 10-я бригада спецназа ГРУ, которая, собственно, потом занималась убийством российских миротворцев в Цхинвале, в южном городке, была переправлена на территорию Южной Осетии еще в декабре 2007 года. То есть за 9 месяцев до начала, так сказать, вот самой горячей стадии. Ну и там много, конечно, событий, которые произошли. Изменение принципиального характера отношения Грузии со стороны российского руководства фиксируется в сентябре 1999 года с появлением на посту премьер-министра Владимира Путина, который радикально изменил отношения российских, России по отношению Грузии. Ну и затем была масса решений, ну, например, в феврале 2003 года Путин поставил в Южную Осетию первую крупномасштабную партию танков Т-55, 12 штук. Это было в феврале 2003 года. Господина Саакашвили тогда в правительстве Грузии вообще не было. До революции РОС оставалось еще сколько там, 9 месяцев до ноября 2003 года. Ни его, ни кого из его соратников в правительстве Грузии не было. А танки в нарушении не только всех соглашений, которые были заключены, но и в явном нарушении Устава Организации Объединенных Наций, межправительственных договоров между Россией и Грузией, Устава Содружества Независимых Государств и так далее в Южную Осетию были поставлены. Андрей Николаевич, откуда у вас дата все-таки, вот это 2 августа, как начало принятия решения именно о военных действиях со стороны России? Я вот скажу, откуда дата поставки танков Т-55 на территорию Южной Осетии, потому что это важно. Потому что на самом деле, если уж быть строгим, то вот именно это решение является бесспорным фактом агрессии, поставки вооружений, боевой техники и военнослужащих, которые обслуживали это, является бесспорным критерием агрессии. Это произошло в феврале 2003 года. Об этом написано в целом, ну, по крайней мере, было несколько сообщений, а кроме того, я имел довольно подробную беседу с Дмитрием Санакуевым, который в то время был высокопоставленным государственным деятелем Южной Осетии. В свое время он был и премьер-министром Южной Осетии. И от лица Южной Осетии он тогда занимался как раз приемкой этих танков. И он мне довольно подробно рассказывал, каким образом он принимал эти танки, как он размещал это на базе, военной базе недалеко от Джавы, чем это сопровождалось. Но при всем при этом, после этого, как известно, сам господин Санакуев считал, что необходимо и возможно совместное проживание Южных Осетин и Грузин в одном государстве с определенным уровнем автономии для Южной Осетии, он не нацеливался на независимость Южной Осетии от Грузии. Ну вот и такая история. Что касается того вопроса, который вы спрашиваете относительно 2 августа, эта дата не имеется в каком-либо документе, который у меня находится на руках, но она просчитывается из тех решений, которые были приняты после этого на следующий день и тех действий, которые были совершены. Дело в том, что утром 3 августа в Цхинвале разместился штаб Северо-Кавказского военного округа со всем руководством и который уже непосредственно на месте стал планировать боевые действия. А в Сухуми разместился штаб Ленинградского военного округа. Иными словами, утром 3 августа руководство двух военных округов, которым было поручено проведение военной операции, уже находились на местах дислокации, соответственно, в Цхинвале и в Сухуми. Для того, чтобы такие действия совершить, необходимо было принять политическое решение. Это политическое решение не уровня руководителей военных округов, не уровня Генерального штаба, не уровня Министерства обороны Российской Федерации. Это решение политического руководства. Поэтому самая поздняя дата, когда такое решение было принято, это 2 августа 2008 года о непосредственном начале боевых действий. Спасибо, Андрей Ларионов. Теперь я дам слово Александру Гольцу. Александр, я знаю, вы несколько скептически относитесь к версии Андрея Ларионова. У вас другой взгляд военного эксперта на эту проблему, так? Ну, я бы не хотел комментировать слова господина Ларионова. Я сомневаюсь, что есть хоть какие-то документальные данные о размещении штабов двух военных округов в Хинвале и в Сухуме. Это, мягко говоря, лирические преувеличения. Более того, более или менее очевидно, я не собираюсь спорить и согласен с коллегами, когда они говорят о том, что Россия спровоцировала эту войну, более или менее очевидно, что в какой-то момент российское руководство взяло курс на вооруженное решение этого конфликта. Я бы не стал крутить к 2006 году. Я думаю, что стартом был бухарестский саммит, когда действительно Владимир Путин, добывавший последние дни в качестве президента, пришел в бешенство от желания Украины и Грузии вступить в евроатлантическое сообщество. И начали действовать соответственно. Сделать так, чтобы на территории Грузии был постоянный территориальный конфликт. Ну, об этом уже сказали коллеги. Александр, скажите, а как вам аргументы Михаила Саакашвили о том, что грузинские лучшие воинские части находились в Ираке и что не было средств ПВО, ну и в таких вот условиях... Так, Михаил, давайте по порядку. Более или менее понятно, что вот конкретно 8 числа российская армия не была готова... Грузинская была готова? Не была готова к военным действиям. Генерал Шаманов, что подтверждается, кстати говоря, многочисленными свидетельствами, говорит о том, что сутки спустя никаких войск серьезных в Синвале не было. И они стали выдвигаться практически сутки спустя. И на этом марше к Росскому туннелю они потеряли четверть техники, которая просто встала. Вы представляете, что если вы готовите агрессию, вы готовите серьезную операцию, вы уж как-нибудь приведете в порядок эту технику? Согласно данным многочисленных специалистов, в том числе, кстати, и немецких специалистов, порядка 30% личного состава тех соединений, которые были брошены в Синвал, были солдаты-срочники, что тогда было прямым нарушением закона в Российской Федерации. Слушайте, ну, Александр, ну, закон в России нарушают регулярно, а что касается поломок техники, я замечу, что такие, я прошу прощения, такие все-таки цифры, да, по там, выбытию из строя, они во время начала Отечественной войны были примерно такие же. До третьей боевой техники просто никуда не могло ехать поначалу. Это оказалось неожиданным для советского руководства, не правда ли? Значит, дальше, более или менее понятно, что роковое решение об обстреле Синвала было принято Михаилом Саакашвили и никем иным. Опять-таки, это мог быть результат провокации, но решение принял он, и ответственность несет за это неудачное решение и несет именно он. Ну, понятно. В общем, я вижу, что есть несколько концепций, которые не сходятся, и, видимо, наши гости здесь не договорятся. Я хочу еще один тогда пункт внести в нашу дискуссию. Это признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Вот Россия это сделала, никто ее примером не последовал. Не было ли это ошибкой и не следует ли это исправить? Этот вопрос мы задали Сергею Маркедонову, политологу, который, в общем, обычно близок к официальной версии, в событии, так сказать, осторожен. И вот что думают в этих кругах? Пожалуйста. Решение принято. Как вы видите ее возможность переиграть? Сказать, что мы пошутили? Ну вот как? Почему мы должны это переиграть? Признать, что права американская сторона? Хорошо, мы приняли это решение. Что дальше? Какие у нас выгоды из этого произойдут? Я смотрю, как прагматик. Да, цинично на эти вещи. Москва говорит, мы погорячились. Дальше что? Это означает, что российский интерес будет учтен? Это означает, что союзники России, пусть их мало, пусть их можно пересчитать по пальцам одной руки, будут больше верить нам? Это значит, что Запад даст нам дополнительные инвестиции? Или Запад нам даст какие-то дополнительные научные разработки и технологии после этого? Нет, нет и нет. По всем вопросам. Ну и смысл тогда. Это мнение Сергея Маркедонова. Георгий Фридорович, что вы скажете? Я скажу, что я с этим мнением категорически не согласен. Просто потому, что у нас принято ссылаться на опыт США. Так вот, я напомню, что Соединенные Штаты Америки, которые все послевоенные десятилетия официально признавали в качестве представителя Китая, Китайскую республику на Тайване, потом, когда пришло время устанавливать дипломатические отношения с Китаем, прекрасно отозвали свое признание и, в общем, мир не перевернулся и никто ни в чем американцев не упрекнул. Но и Тайвань не сдали. Ну, да, Тайвань, конечно, не сдали. Но, с другой стороны, знаете, Тайвань – это все-таки немножечко не Южная Осетия и даже не Абхазия. А вот какие выгоды? Вот господин Маркедонов говорит, что надо цинично оценить выгоды от подобных решений. Были бы выгоды для России от подобных решений? Ну, с тех пор, как эти решения были приняты, Россия приняла массу других подобного рода решений, которые, естественно... Ну, да, аннексия Крыма, война в Донбассе. Которые так или иначе, в общем, тоже пришлось бы каким-то образом приводить к общему знаменателю. Но я думаю, что готовность пересмотреть свои ошибочные решения – это, конечно, признак сильного государства и мудрой государственной власти. Вот, собственно, в этом смысле я соглашусь с... Единственное, в чем я соглашусь с господином Маркедоновым, в том, что российское государство при нынешней российской власти на такое вряд ли способно. Ну, давайте мы еще продолжим цитирование Сергея Маркедонова. Все-таки, возможно ли нормализация отношений России и Грузии? Если просто Москва с Тбилиси, допустим, договориться, к примеру, пофантазируем, давайте сдадим их, но мы получим завтра нелояльное абхазское население и осетинское, и враждебное по отношению к России. Не забывайте, что 600 тысяч осетин проживают внутри, собственно говоря, России. И Грузию не факт, что мы сделаем союзникам. Что, в результате этой операции Грузия скажет, что движение в НАТО было ошибкой? Нет. Поэтому я пытаюсь рассуждать в отрыве даже от каких-то ценностных ориентиров. В практическом плане это мало что даст. Вот такая сдача, я подчеркиваю. Поэтому диалог только через нормализацию. Основы самого конфликта – это нормальный диалог России и Запада. Ну вот речь идет о том, что России надо вести диалог не с Грузией, видимо, а с Вашингтоном и так далее. Это идея, которая, собственно, обуревает всех российских лояльных кремлевых политологов. Это классика, собственно, политики сверхдержавы. Коей Россия, на мой взгляд, уже давно не является, по факту. Способность уничтожить весь мир своим ядерным оружием – это еще не признак сверхдержавы. Признак сверхдержавы – это способность добиться своего, не применяя ядерное оружие, даже не угрожая его применениям. Для этого в России нет никаких невозможностей, ни навыков, если угодно. Так что это больше от лукавого. Медведев говорит, что Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии. А с другой стороны, грузинские руководители говорят, уважайте нашу территориальную целостность. То есть тупик? Да, конечно. Тупик в том смысле, что, по всей видимости, каких-то кризисных сценариев ждать не приходится. Хотя я не очень понимаю, что имел в виду господин Медведев, когда угрожал каким-то страшным сценарием, в случае, если Грузия будет принята в НАТО. А мы можем его процитировать сейчас. Давайте мы тогда процитируем то, что он сказал. Может быть, это будет полезно тоже посмотреть и послушать. Расширение НАТО – это безусловная угроза Российской Федерации. И это безусловный вызов. Вот относительно недавно было принято решение очередное о том, что Грузию ждут и примут в Североатлантический альянс. Но это, как можно прокомментировать? Это абсолютно безответственная позиция. Это просто угроза миру. Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение. Что Грузия рассматривает сопредельные территории, или с нашей точки зрения, государства, как свои. Значит, есть неурегулированный территориальный конфликт. Вне зависимости от того, на какой позиции мы находимся. И такую страну, такое государство примут в военный блок. Мы понимаем, чем это грозит. Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо. Если это просто дипломатическая уловка, типа мы вас примем, значит, не волнуйтесь. А на самом деле мы ничего делать не будем. Ну, это другая история. Ну, что скажете? Теперь понятно, какой страшный конфликт. Но там были еще цитаты про ядерное оружие, про триаду и так далее. Я бы сказал, что после того, что произошло в 2008 году, в августе, единственной гарантией безопасности Грузии в ее нынешних границах было бы вступление Грузии в НАТО. Или, как вариант, ну, я пофантазирую заключение, договор о безопасности с Соединенными Штатами по образу и подобию того, что существует у Японии и у Южной Кореи. И у Тайваня, кажется. Нет, у Тайваня уже сейчас нет. А вот там другой немножко механизм. А вот, значит, и в этом смысле о чем здесь говорить? Ведь российские войска, готовы они были, не готовы, ломалась у них техника или не ломалась. А они, в общем-то, прошли Южную Осетию, вторглись в центральные районы Грузии, стояли недалеко от Тбилиси. Кое-кто в Москве до сих пор жалеет, что, в общем, так до Тбилиси и не дошли. И давайте не будем забывать о том, как лично тогдашний премьер-министр России, господин Путин, обещал в телефонном разговоре с кем-то из Сарказии повесить Саакашвили за яйца, извините. Но потом он обещал Сарказии вывести войска на прежнюю линию, так сказать, разграничения. А эта линия разграничения, она, между прочим, за эти годы не стоит на месте, она немножечко так сползает в сторону Грузии. То есть идет то, что называется ползучая аннексия, вот как в деревне. Ставишь колышки здесь, немножко так отодвигаешь забор соседский. Вот так что нет, я думаю, что, в общем, да, для Грузии по-настоящему единственным вариантом выхода из этого положения было бы вступление в НАТО. Другой вопрос, вот то, что говорит господин Маркидонов насчет того, что тогда будет страна... А, нет, это Медведев сказался. Да, да, страшно. Страшно, потому что вот страна, которая не признает существующие границы, ее примут в НАТО. Ну, понятно, что... Так и Россия не признает существующие границы во многих случаях. Да, конечно, конечно. Но я думаю, что это тоже, в общем, лукавство. Просто потому, что понятно, что если Грузия будет принята в НАТО, то она будет принята в ее нынешних существующих границах. И да, действительно, нужно быть готовым к тому, что в случае вступления Грузии в НАТО, по крайней мере, до тех пор, пока у власти в России находится нынешний режим, придется забыть и об Абхазии, и о Южной Осетии. И тут вариантов, что называется, нет. Хорошо. Вопрос Андрею Ларионову. Может ли Запад сегодня гарантировать безопасность таких стран, как Грузия? Ну, и, кстати говоря, и Украина, с которой получилась такая война продолжения. Вот война в Грузии как эксперимент. Потом была перезагрузка, так называемая. Это какая-то такая ситуация, скажем так, давшая Путину надежды на дальнейшую экспансию. И вот, собственно, история с Украиной, где отхвачен Крым и плюс часть территории Донбасса. Прежде всего, я хотел бы сказать, что господин Медведев в той цитате, которую вы привели, вводит уважаемую общественность в заблуждение, утверждая, что НАТО никогда не принимало или не может принимать страны с неурегулированными территориальными проблемами. В 1955 году НАТО включило в состав своих членов Федеративную Республику Германию, которой тогда были, естественно, неурегулированные отношения с Восточной Германией и Западным Берлином. Как мы видим, включение Западной Германии в состав НАТО полностью стабилизировало ситуацию и в Германии, и в Центральной Европе, и в Европе в целом, и стало одним из ключевых факторов поддержания беспрецедентно длинного, долгого мира в Европе. Что касается стран-членов НАТО в качестве соседей для Российской Федерации, то, в общем, членство в НАТО является фактором мира и стабильности не только для Грузии, что, само собой разумеется, об этом уже сказал коллега Кунадзе, но это является фактором мира и стабильности для самой Российской Федерации. Достаточно посмотреть на то, что со всеми странами, с которыми Советский Союз и Российская Федерация имели общие границы с членами НАТО с 1949 года до нынешнего, 2018 года, вот уже что прошло, 70 лет практически, ни одного конфликта военного, крупного, небольшого, среднего, малого или какого бы то ни было, не было. А военные конфликты были со странами, которые не являлись членами НАТО. Поэтому вопрос не только об обеспечении мира и стабильности для Грузии или для Украины, но и для самой России заключается в том, что чем больше соседи России станут членами НАТО, тем стабильнее, безопаснее и более мирным будет жизнь для российских граждан, тем меньше их будет погибать. Так что вот это такое решение. Что касается Запада и НАТО, будут ли они включать Грузию и Украину в состав своих рядов, я думаю, рано или это поздно произойдет, хотя это такой процесс, как мы видим, не очень длительный. Но как бы то ни было, этот процесс идет и со временем и одна страна, и другая станет членом НАТО. Более того, скажу, что может быть, не может быть, а почти гарантированно, но только в длительной исторической перспективе Россия тоже станет членом НАТО. По крайней мере, такой была цель Владимира Владимировича Путина, когда он стал президентом Российской Федерации, об этом неоднократно говорил и на закрытых встречах со своими западными коллегами и публично. Поэтому вот эта мечта российского президента о том, что Россия станет членом НАТО, рано или поздно осуществится. Если не с ним, ну с ним сейчас, наверное, уже не получится, то с кем-то из его последователей. Хорошо, Александру Гольцу вопрос. Собственно, как вы, как военный эксперт, относитесь к такой перспективе движения Грузии и Украины с их проблемами и конфликтом с Россией, собственно, в НАТО? Пример с Западной Германией не очень корректен, потому что принцип того, что в НАТО не будут принимать страны, которые имеют территориальные конфликты на своей территории, был сформулирован 40 годами позже. В 1991 году, когда вот пошла волна желающих вступить в Североатлантический Альянс, НАТО издало довольно подробное разъяснение, какие страны могут, а какие не могут вступать в НАТО. И Владимир Владимирович Путин, я подозреваю, руководствовался именно этим разъяснением, когда намеренно создавал условия, при которых ни Украина, ни Грузии не могут вступить в НАТО. Я думаю, что ситуация дошла до того, когда Североатлантический Альянс может ясно дезавуировать свои предыдущие решения, по крайней мере, многие из НАТОвских чиновников мне об этом говорили, и сказать, ну вот так, мы же, когда мы выдвигали это требование, мы же не имели в виду, что кто-то специально этим воспользуется, чтобы предотвратить вступление в НАТО конкретных стран. Скажу больше, мне кажется, что вот эта НАТО-фобия господина Путина, господина Медведева, она же не про НАТО на самом деле. Ну, 25 лет мира, который царил в Европе, они привели к тому, что ни та, ни другая страна не могут опасаться прямой военной агрессии. Слишком много вооруженных сил выделили из Европы. Потребуются еще годы наращивания, чтобы мы снова ощерились друг против друга, как с первой холодной. Нет, бесит российское руководство желание государства вступить в Запад. Они себе объяснили когда-то однажды, что вот так неплохо было бы, конечно, иметь права и свободы западных государств, но такой вот дикий русский народ не готов к свободе и демократии. Надо вот демократию иметь. На многие годы. Вы заметили, что срок управляемой демократией все время удлиняет. А тут страны с абсолютно такой же исторической судьбой. Говорят, ну нет, ну в России, может быть, это и не годится. А мы готовы отвечать критериям, которые Запад предъявляет тем, кто хочет вступить в это сообщество. Ведь эти натовские критерии, они не только про национальную и территориальную целостность, они еще про верховенство закона, про контроль над силовыми структурами, про разделение властей и так далее. Вот мы, говорят, украинцы и грузины, мы готовы отвечать этим критериям. И это приводит в некоторое раздражение. И приводило в 2008 году в некоторое раздражение российских начальников. Ну что ж, это Александр Гольц. И сейчас, я думаю, что мы еще одну тему затронем. Собственно, республики, так называемые, независимые, и Южная Осетия, и Абхазия находятся на попечении российского бюджета. Оплаченные из него отсюда, наверное, отчасти и повышение пенсионного возраста, НДС, налогов, пошлин и все прочее из этой внешней политики исходит. Вот интересно, мы решили спросить российских граждан на улицах Москвы, а они готовы, так сказать, оплачивать все это. Должна ли Россия финансировать Абхазию и Южную Осетию? Я считаю, что любые инвестиции, они должны быть экономически оправданы, что мы получили какой-то возврат. Это касается не только Абхазии, это касается любого региона, любого предприятия, там, касается любой дороги или завода. Если потом получили какой-то возврат от этого, то да, если нет, то зачем? Я считаю, что Россия должна помогать нашим родственным республикам, и Абхазии, и прочим. Мы должны с ними дружить. Пригодиться на будущее. Я верю в то, что скоро наша страна опять будет единой и большой, как всегда. Мне кажется, что нужно, чтобы кто-то помог России. Сейчас здесь финансовый кризис в Москве уже, третий год. Кому она должна помогать, никому не должны помогать. Там живут люди, которые исторически нам очень близки. Они нуждаются в помощи. Мы сильная страна, почему бы нам не помочь им? Помогать – да, финансировать полностью – нет. Считаю, что нет, потому что Россия сама сейчас нуждается в финансах. Я думаю, надо восстанавливать границы СССР, бывшие. У нас достаточно, мне кажется, ресурсов для того, чтобы поддерживать братские нам народы. Мы же поддерживали и африканские страны при Советском Союзе, Кубу поддерживали, Вьетнам поддерживали. Если политика соответствует нашим видениям, почему нет? Надо, конечно, в первую очередь свой народ, россиян, обеспечить, а потом помогать уже по возможности остальным. Кто же им поможет еще, кроме нас? Потому что если мы не поможем, значит, эти помогут, которые за океаном у нас. Россия должна финансировать своих младших братьев. Одни они не справятся. Ну, не триллионами, конечно, но можно помочь, там, чуть-чуть, там, из капитала взять, мне уже там много денег. Помогать, а не содержать. Здесь очень тонкая грань, ее нужно соблюдать, различать. Я считаю так. Все-таки помогать, а не содержать. Россия должна сначала обустроить саму себя полностью, а потом уже помогать соседям. Вот такие мнения, Георгий Фридорович. Ну что, спорят две концепции. Значит, помогать младшим братским народам и самим себе помочь сначала, а потом уже всем остальным. И такое подозрение есть, что и опросы, как в последнее время, показывают, что людей стало больше беспокоить тема, так сказать, внутренних проблем, чем внешней вот этой вот политики. Ну, я не вижу, честно говоря, какого-то особого беспокойства. Да, люди, конечно, говорят, что давай, надо все-таки о своих заботиться сначала. Но в целом меня вот все эти интервью наводят на грустные мысли о том, что, в общем, вот эта вот вера в то, что у нас существуют какие-то младшие братья, что это не суверенные государства, а некие наши, ну, вот, вассалы. Это же угадывается. Ну, Абхазия, правда, и Южная Осетия, в некотором смысле, это и есть вассалы. А Приднестровье еще такие протектораты, да? Нет, они, да, ну, это марионеточные режимы, в общем, понятно. Да, грустно это просто потому, что нету понимания того, что действительно, в общем, давая деньги этим режимам, Россия обрекает их на нищенское существование изгоев, да? И вот это вот действительно страшно. Но те, кто был в Южной Осетии и в Грузии, они говорят, что это небо и земля, потому что разница колоссальная. Это понятно, это понятно, в общем. И что их ждет? Они ведь даже не, ну, Абхазия могла бы попытаться стать каким-нибудь северным Кипром, да? Но ведь и северный Кипр давно-давно уже мечтает вернуться в состав Кипра. Но никак не договорятся, да? И киприоты не хотят, и турки не разрешают, потому что Турция выдвигает условия объединения двух кипрских, значит, общин, сохранение всех своих прав, которые предоставила им Турецкая республика Северного Кипра. То есть, турки хотят, чтобы остались их базы, которые там уже скоро полвека находятся, чтобы остались их войска, чтобы они сохранили контроль. Примерно вот я всегда говорил о том, что, в общем, да, сценарий непризнания Абхазии и Южной Осетии со стороны России, он был срисован с турецкого поведения в отношении Северного Кипра. Но вот сейчас, я так понимаю, что позиция Турции в отношении объединения двух кипрских государств при сохранении турецкого контроля над Северным Кипром, это примерно то сценарий, которым руководствуется российская элита и, прежде всего, президент Путин в отношении так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ну да, ДНР и ЛНР, вот все это. Мы готовы, возьмите их назад, но мы свои права на эти территории и через эти территории на политику Украины сохраним. Вот, так что здесь, к сожалению, надо признать, что Владимир Владимирович не является оригинальным мыслителем, он является скорее эпигоном. Не лучших практик, я бы сказал. Ну да, конечно. Вы знаете, я бы еще здесь добавил вот, что я до сих пор помню, когда, как в 2004 году, летом, после того, как Грузия восстановила свой контроль полный над Аджарией, мне доводилось слышать от разных людей, вовлеченных в государство принятие решений, такую нехитрую мысль. Мы им отдали Аджарию, а они хотят еще и Абхазию. Вот это квинтэссенция, если угодно, российской политики. Ну, российская политика вообще с двойным стандартом, потому что, если это перевернуть, то это от Чечня тогда как. О, Чечня. Да, от Чечни. А с Чечнёй все в порядке, как мы верим. Ну, теперь, да, при диктатуре все в порядке. Ну, а с другой стороны, конечно, я бы сказал еще вот о чем. Как не грустно это признавать, но большие страны имеют больший запас прочности и имеют право на ошибки. А вот страны небольшие, с ограниченными ресурсами, право на ошибки имеют меньше. И в этом смысле я не могу не вспомнить о том, что, в общем, вся эта история с Южной Осетией, которая стала триггером для всех последующих событий и в Абхазии, и в Южной Осетии, она ведь началась с чего? Ну, был в Южной Осетии человек по фамилии Кокайты. Держал он огромный, самый большой в Закавказье оптовый рынок возле села Эргнети. И с этого рынка кормилась вся Южная Осетия и в значительной мере Грузия. Михаил Саакашвили этот рынок закрыл, лишив бывшего комсомольского функционера, а в те годы уже от незаурядного бандита, какой-то источников обогащения. И вот тогда-то, именно тогда, какой-то обратился за помощью и за средствами к России. Ну что ж, я дам тебе слово Андрею Ларионову. Андрей Николаевич, собственно, о цене этой внешней политики, вот со всякими анклавами, протекторатами, особыми районами, которые вырываются с других стран. Сколько это стоит российскому народу и налогоплательщику на самом деле? Я только хотел бы напомнить, что Михаил Саакашвили закрыл рынок в Эргнете на границе между, собственно, Грузией и автономной областью Южной Осетии в мае 2004 года. А танки Владимир Путин поставил в Южную Осетию в феврале 2003 года. То есть более чем за год до того, как Михаил Саакашвили закрыл этот рынок. Поэтому, собственно, обращение, так называемое, за помощью со стороны какой-то произошло не в этот момент, а гораздо раньше. И, собственно, сам какой-то появился в Южной Осетии только в 2001 году. Он появился не просто так, а он же находился в это время в Москве, работал в каком-то баре чуть ли не вышибалой. И, собственно, российские спецслужбы с большим трудом нашли человека, который, с их точки зрения, мог бы возглавить Южную Осетию. И, собственно говоря, именно российские службы организовали такой своеобразный государственный переворот для того, чтобы свергнуть бывшего президента Южной Осетии и заменить его на господина какой-то. Так что какой-то взялся не сам по себе, его туда направили из Москвы. И, собственно говоря, он выполнял все эти поручения, которые ему давали. Георгий Фридорович, что Вы скажете? Все-таки о цене политики. Потому что санкции, эта цена, в том числе за Грузию, может быть, вовремя они не были применены. Но когда их применяли за Украину, Крым и так далее, видимо, это тоже учли вот эти эпизоды задним числом уже. Ну, Вы знаете, я неоднократно и говорил и писал о том, что, по моему твердому убеждению, если бы тогда, в 2008 году, Запад отреагировал на то, что творила Россия в Грузии, более решительно, более целеустремленно, возможно, удалось бы избежать вот этой украинской авантюры. Но именно потому, что все сошло с рук в 2008 году, собственно, и возникло ощущение в Москве уверенности в том, что все проглотят совсем, все примут как есть. И вот это чувство меня не покидает. Так что я думаю, что за то, что произошло в 2008 году, разумеется, в первую очередь несет ответственность российское руководство. А вот за то, что произошло после событий 8 августа 2008 года, вплоть до сегодняшнего дня, ответственность должны разделить очень многие лидеры западных государств. В первую очередь, конечно, Франция. Трамп бы сказал, что при мне такого бы не случилось, виноват Обама, как он обычно говорит, и так далее. Извините, я предпочитаю с некоторых пор не комментировать Трампа, потому что это занятие совершенно бесполезное. На самом деле, я вас уверяю, то, что он скажет, а потом и тут же забудет. В этом смысле его суждения, они больше такие однодневные. То есть, вам кажется, что нужна какая-то все-таки политика принуждения к миру России? Ну, понимаете, какая штука. В общем, я живу в России, я родился здесь, вырос, я гражданин России. И поэтому как-то трудно мне желать, чтобы в моей стране завернули еще больше гаек. Но я бы сказал о другом, о том, что в общем политика демократизации России, политика возвращения России, в очередной раз возвращения России на общий путь цивилизованного развития, она отвечает интересам России, национальным интересам России, а не интересам текущего российского руководства. И все, что можно сделать для того, чтобы помочь России на этот путь вернуться, я думаю, если нужно сделать. А санкции и прочее, это уже скорее вопрос техники. Но вот Сергей Маркедонов, например, с которым сегодня беседовал Артур Давлетшин, он все-таки считает, что России следует финансировать вот разные такие анклавы, Южную Осетию и Абхазию, поскольку, мол, их не бросишь. На сегодняшний момент говорить о состоятельности этих республик не представляется возможным. Для остряков, которые пытаются на эти темы шутить, я скажу, что, во-первых, эти республики пережили конфликты. В случае с Южной Осетией это 4 года разморозки 2004-2008. В случае с Абхазией это потеря 4% населения. Я сейчас не говорю только о разрушениях. 4% населения, в том числе трудоспособного, Абхазия потеряла в конфликте. Плюс эти республики имеют серьезные ограничения по признанию. Признайте их, и тогда будем сравнивать. Тогда пойдут инвестиции. Поэтому, да, на сегодняшний момент Москва должна их финансировать. Те, кто говорят о том, что это очень большие траты, ну, посмотрите на население Абхазии и Южной Осетии. Это даже не среднероссийский регион. Это не те критические траты, которые, так сказать, уходят там от бабушек, дедушек, о которых мы любим очень, так сказать, в какие-то минуты вспоминать. Почему-то не как о самостоятельной ценности, а в привязке к геополитике. Но это не те деньги, которые, так сказать, от бабушек уходят. Ну что, Георгий Федорович, то есть России, нынешней Путинской, придется нести этот вот груз всех этих территорий, всех этих так называемых приобретений. А люди будут, как это сказать, я Ключевского вспомню, там государство пухло, а народ херил, по-моему, да, так цитата звучит? Или наоборот. Ну тут-то оно пухнет с всякими новообразованиями. Да, конечно, так и будет. Я уж теперь думаю, что как бы не пришлось России поддерживать дружеские режимы в Африке, в той же самой, да, Центральная Африканская Республика, чем не объект. Где гибнут журналисты, да, пытающиеся расследовать деятельность российских бизнесменов, спецслужб. А потому что вам скажут, пока Россия не наведет там порядок, так и будет, да, к сожалению. То есть Россия, получается, начинает идти по тому имперскому пути, по которому шел Советский Союз, со всякими локальными войнами в разных регионах. Но здесь, правда, это получается новая схема, не военные какие-то советники, которые были там при легальных режимах, а вот эти вот гибридные какие-то непонятные частные компании с участием офицеров спецслужб. Ну, да, конечно, ну, я думаю, что это, в общем, все же, конечно, частность. А то, что, а не частность, это когда, как в советское время, начнут возить в дружественные страны чемоданы наличных денег. А оттуда гробы? Да, ну, это, как вам скажут, издержки производства. Вот тот же самый господин Маркедонов. Ясно говорит, что страна большая, да, придется с этим примириться. Да, ну, собственно, я напомню тогда, что все-таки во время вот этой так называемой пятидневной войны погибло порядка 650 человек. И это, конечно, была трагедия, с которой теперь живет и Россия, и Грузия, и Южная Осетия. И, собственно, и до сих пор непонятно, как из этого выпутываться. Я благодарю Георгия Кунадзе, Андрея Ларионова, Александра Гольца, Сергея Маркедонова, которые участвовали в программе «Лицом к событию», ввел ее Михаил Соколов. И посвящен этот разговор был десятилетию российско-грузинской войны. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!